Знакомьтесь, те, кто еще не знаком символа Всемирной Универсиады Юлайка. Такой вот милый, пушистый зверек. Итак, 10 дней пролетели, как один сегодня заключительный. Но лично у меня впечатлений накопилось масса, например, о спортивных объектах, которых здесь понастроили очень много. И у нас в Алтайском крае мы их не найдем и вряд ли увидим в ближайшее время отдельные линии старты. Наши лыжницы из Рубцовска, единственные представительницы из Алтайского края, спортсменки-красавицы Яна Гельбищенко. 4 старта, 4 медали, 1 золотая, 3 бронзовых. С чем мы Яну и поздравляем? Вот ее комментарии по этому поводу. Очень это чувствовалось, я знала, что так будет. Поэтому по несколько дней до начала соревнований было очень большое волнение, которого не было, наверное, в этом сезоне еще ни разу. Но это очень волнительное чувство, отзываясь. Можно было увидеть не только спортивную программу, но и культурную. Вот так для журналистов здесь устраивали различные пресс-туры. Например, можно было посетить деревню Универсиады. Именно там проживают все спортсмены. Что мы с моим коллегой Алексеем Янкиным и сделали? Впечатлений тоже масса. Например, там можно было увидеть одну деревню или сами здания, где жили эти спортсмены с различными флагами. Там особенно японская сборная так порадовала. Несколько этажей заняла. Посетили столовую, где питаются спортсмены, не покормили. Но, тем не менее, впечатления остались положительными. Это сегодня закрытие. Грандиозное масштабное. Обещаю, одни менее масштабнее, чем само открытие, где я побывал. Тоже впечатление массово. Не то чтобы телевизору смотреть. Так что подводим итоги. Сборная России держит безоговорочную победу. У нее больше ста медалей. Это и золотые, и серебряные, и бронзовые. Так что на этом всего Кирилл Политов специально для наших новостей из Красноярска.